друзья всем привет сегодня я предлагаю вот у меня поступил такой необычный заказ поклонницам от поклонницы всем известной игры сшить вот такой кошелечек либо пенал и давайте сделаем только предлагаю сделать уже не в зеленом цвете да а фиолетового персонажа фиолетового космонавтика и так что же это за кошелечек такой он выполнен из-за мягкого фетра продублированный и простеганы видите здесь я стегала декоративными строчками на машинке можно даже просто зигзагом это будет красиво очень если вы умеете стегать например стиплингом пожалуйста вообще шикарно будет на молнии кошелечек и внутри подкладочка из хлопка аппликация выполнена из глиттерного фетра видите он не осыпается вы знаете что с фоамираном я не работаю я работаю только с фетром либо с кожей но в данном случае здесь у меня фетр вот это фетр тоже да и вот это вот фетр тоже и так если вам нравится моя идея если хотите посмотреть как это можно сделать причем это можно сделать буквально за 40 минут за 1 час то есть если вы заранее подготовите все материалы это на самом деле не сложно я вам покажу как это все сделать так летел так ну что если хотите видеть продолжение оставайтесь со мной и следите за руками поехали для начала что нам потребуется я нарисовала вот такую вот маленькую выкройку персонажа поделила ее то есть вот и отдельно у меня еще был такой рюкзачок если у отдельно у меня выкройки не нарисовано я посчитала что она достаточно простая это для того чтобы самим нарисовать если все-таки вам нужна выкройка пишите в комментарии я обязательно вам нарисую эту выкройку тогда ее не сложно делать то есть напишите я вам пришлю эту выкройку бесплатно так значит у меня вот такая выкройка есть и что нам необходимо во первых по материалам как их подготовить какие нам нужны материалы сейчас я вам покажу расскажу смотрите и так нам потребуется для такого пенала кошелечка фетр мягкий я использовала корейский фетр также я его заранее уже продублировала уплотнителем аврора 180 грамм он клеевой этот уплотнитель то есть я его утюгом просто приклеила и вот так вот простегала эффект такой вы можете добиться если будете стекать двойной иглой если не умеете или там не знаете когда ни разу не делали напишите мне в комментарии обязательно вам покажу ничего сложного нет но такой эффект шикарный просто получается да вот смотрите здесь просто декоративные строчки я использовала пристежки а здесь именно двойную иглу и так дополнительно вы подготовили с вами как я уже сказала вам да ткань хб подготовленная фетр расстеганный далее нам нужны для аппликации соответственно материалы можете использовать просто фетр можете использовать ткань можете использовать в конце концов фоамиран что вам удобно с чем вы работаете я работаю опять же с фетром то есть вот у меня фетр с блестками до блестящий его два оттенка поскольку я буду героя сшить фиолетового то есть у меня вот такие вот оттенки я хочу также ему скафандр украсить цветочка насколько все-таки кошелечек для девочки вот такой будет цветочек и дополнение я хочу сделать на молнию вот такую кисточку кошелечки я думаю она будет не лишний так ну что начнем для начала мы с вами должны сделать аппликацию аппликацию каким образом делаем переводим на фетр то есть вот это пока мы откладываем деталям переводим на фетр у меня такие кусочки наши заготовочки на крик вырезаем и пришиваем аппликацию я сейчас буду делать уже без слов то есть будет понятно что зачем идет что зачем нужно делать все таки удобно кстати работать вот со столиком приставным никогда не думала но вот смотрите как классно то есть все на одной плоскости вообще конечно красота чуть попозже я вам расскажу про свою машину как обещала теперь я уже могу дать о ней подробную консультацию то есть спустя несколько месяцев использования действительно я просто в восторге от своей машинки и обязательно вам скоро покажу я думаю следующем видео уже будет обзор моей машинки так ну что начнем работу над кошельком поехали и так вот смотрите я вырезала основные детальки то есть приложила их просто чтобы понять где у меня и видите мне кажется сливается я не знаю мне так кажется что фон вот этот темный до сливается самим персонажем поэтому я решила сделать на белом фоне его и потом просто вот-вот по краешку то есть сделать такую рамочку вырезать и по краешку уже пришить то есть делать соответственно аппликацию сначала на белом фоне а потом по белой по белому фетру пришить аппликацию уже к самому самой заготовочки то есть чтобы немножко оттенить как туда мне кажется такого будет более видно хотя не знаю но сейчас попробую посмотрим как говорится на вкус и цвет все карандаши разные так смотрите вы естественно делать можете по-другому по-своему я просто показываю принцип да как я делаю это для того еще кстати удобно будет у кого машинка не берет толщину поскольку смотрите здесь толщина все-таки уже достаточно и да здесь если мы фетр нашиваем сверху смотрите уже четыре слоя и плюс наш вот этот вот дублированный фетр некоторые машинки могут не справиться поэтому вот если мы делаем заготовочку на кусочки фетра и потом по краю пришьем то здесь у нас толщина будет минимальная то есть это для тех у кого вдруг возникнут сложности с толщиной а так я думаю сейчас либо может взять желтенький поярче что было наверное я на желтом сейчас делаю на желтом вместо белого возьму желтый и сделаю такую рамочку желтого цвета и покажу то есть мы пришиваем сейчас аппликацию уже пока не к этой заготовки а к кусочку фетра в данном случае я буду брать не белый а желтый готовый уже покажу а Продолжение следует... 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 Дальше лицом к лицу подкладку внутреннюю часть и прошиваем молнию. Вот смотрите, что у нас получилось, молния готова, теперь выворачиваем и нам нужно прошить по краю. Слой плотный, поэтому смотрите, я не натягиваю, чтобы было комфортно ткани, чтобы вот она легла спокойно, ткань спокойно легла по краю, по ходу проверяем ткань. Так, вот у нас получилось. Смотрите, какая красота. Так, теперь мы делаем с обратной стороной также. Для этого, смотрите, подвину камеру, значит, вот у нас вот так лежит, я вот так вот, видите, соединяю молнию. И вот здесь уже лицевой к лицу, лицом к лицу кладу с этой стороны. То есть у нас пирожок, вот такой бутерброд получается. Сейчас покажу, как выглядит так. Сейчас выровняю его, прихвачу. Вот смотрите, здесь с этой стороны так, с этой стороны так. То есть вся красота у нас вон там внутри. И тоже так же вшиваем молнию. Видите, какая красота получилась. Я пошла простым путем, потому что от руки здесь, конечно, прошить нереально. Я просто порезала нашу основную часть на две части, да. Конечно, вот если сравнивать с этим кошелечком, то здесь у меня нету шва, да. То есть у меня только боковые швы. Здесь нет шва. Ну, а в этом будет шов. Ничего страшного. То есть он от этого хуже не станет. И форма также не перестанет держать. Зато здесь мы прошьем уже. И молния у нас торчать не будет. Вот что мне хочется. Вот теперь супер получилось. Видите, то есть теперь мы спокойно можем застегнуть, расстегнуть и не торчит. Все-таки здесь, видите, у меня, хоть я и прогладила, да, но мне больше нравится, когда молния прошита. Вот как здесь, в частности, вот видите, да. То есть здесь молния у нас прошита. Так, и теперь выворачиваем. Будем теперь сшивать. Каким образом сшиваем? Теперь складываем. Это лицом к лицу и это лицом к лицу. Вот эту складочку делаем наизнанку. Так, и сшиваем две половинки. Половинки выравниваем и сшиваем. Причем начинаем сшивать для того, чтобы нам можно было вывернуть кошелек. Вот здесь мы не зашиваем. То есть вот эту часть, где-то вот отсюда до сюда мы не зашиваем, да, чтобы потом удобно, комфортно вывернуть кошелечек. Поэтому здесь вот я делаю. Причем начинаем. Причем начинаем. Вот такой классный кошелечек получился. Видите, здесь я использовала такую контрастную молнию, да, вот такой эффект, такой девчачий получился. А здесь молния в тон идет. Здесь уже такой более строгий даже для мальчика подойдет. Сейчас осталось отпарить. Да-да, обязательно отпариваем. Аккуратно. У кого утюг не берется, проверьте, пожалуйста, сначала на образце. То есть не надо сразу на фетре тренироваться. Обязательно нужно отпарить с паром, чтобы все швы, чтобы все аккуратненько легло и не было никаких вот таких вот жестких, да, мест в кошелечке. Смотрите, остежка прям действительно дает эффект 3D. Просто супер. Ох, какая красота получилась. Если вам понравился мастер-класс, если вы хотите оставить комментарии, например, по поводу выкройки, по поводу стежки на фетре и так далее, пожалуйста, всегда рада, всем отвечаю. А так ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жду вас в следующем видео. Уже будет обзор моей чудо-машинки. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok